Здравствуйте, приветствую вас на канале Союза педиатров России. Меня зовут Ваяна Анна Робертовна, я врач-педиатр научного центра здоровья детей. Сегодня мы с вами поговорим про кашель. Кашель у ребенка едва ли не самая частая жалоба родителей. Кашель это не болезнь, это один из симптомов болезни. Кашель особенно часто отмечается при респираторных инфекциях, различных патологий верхних и нижних дыхательных путей, плевры. Кашель может развиваться также при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, патологии желудочно-кишечного трактора, метаболических расстройствах. Возникает кашель при раздражении рецепторов блуждающего нерва в кашлевых или лисогенных зонах, важнейшие из которых расположены в слизистой оболочке гортани, голосовых связок, трахеи, крупных бронхов и даже в наружном слуховом проходе. Частота и интенсивность кашля зависят не только от силы раздражителя и его локализации в органах дыхания, но и от возбудимости кашлевых рецепторов, так называемого кашлевого порога. Кашлевой порог имеет индивидуальное различие и может колебаться у одного и того же человека в различные фазы болезни. Порог раздражения понижается при простудных заболеваниях, и кашель при этом может возникать от незначительных причин, а ослабляется у ослабленных больных. Кашель, как защитный рефлекс, полезен, так как очищает дыхательные пути, способствует удалению из дыхательных путей избыточного секрета, частиц пыли, дыма. Непродолжительный кашель, беспокоящий ребенка и его родителей в течение одной-двух недель в период остро-респираторной инфекции, обычно облегчается лишь симптоматическим лечением. В таких случаях, в зависимости от характера кашля, сухой, навязчивый или влажный, назначает муколитики или отхаркивающие средства. Реже больному требуется лекарство, подавляющее кашель. Во всех случаях надежнее всего спросить совета у врача. Вместе с тем, длительный кашель более 4 недель может быть утомительным для больного, нарушать его сон, питание. Длительный кашель всегда признак неблагополучия. Длительный кашель – это симптом, требующий постоянного врачебного контроля и диагностического поиска. Правильная интерпретация кашля и установление его причины будут способствовать адекватной терапии, вызвавших его заболеваний. Чаще всего длительный, как его иногда называют, хронический кашель у маленького ребенка вовсе не связан с какой-либо страшной болезнью. Малыши, в силу особенностей своей иммунной системы, часто болеют нетяжелыми вирусными инфекциями, которые протекают с кашлем и насморком. Иногда дети болеют так часто, что у родителей возникает ощущение, что ребенок вообще не перестает кашлять. Кашель начинается в новую болезнь и не успевает закончиться от предыдущей. По мере возрастления такой хронический кашель благополучно заканчивается. Нередко длительный кашель у ребенка обусловлен увеличением аденоидов и постоянным их воспалением. Тогда воспалительная слизь постоянно стекает по задней стенке глотки, раздражая расположенные там кашлевые рецепторы. Никакой большой беды в этом тоже нет. Обычный кашель беспокоит ребенка только при смене положения тела, при пробуждении или при засыпании. Значительно реже встречаются более серьезные причины затяжного кашля, такие как бронхиальная астма, гастроэзофигиальный рефлекс, нарушение развития сердца и легких. Во всех случаях длительного кашля необходимо привести ребенка к врачу. Благодарю за внимание, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы.